И все, привет, ребят, с вами мистер Бангей, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен одной интересной теме, а именно окончанию ивента, связанной с танкофондом, ну и вообще полноценным окончанием всего киберспортивного события, которое у нас было в игре. Сегодня я бы хотел подвести итоги, ну и поделиться интересной информацией, которая есть у меня на данный период времени, на момент итогов. Буквально где-то час назад стали известны победители, их было более тысячи, а именно 1155 победителей, которые получили часть от танкофонда. На конечный итог танкофонда у нас было, сейчас я переключусь, у нас было 9244000, как вы видите на своих экранах, и 90% от этого фонда получили у нас игроки с помощью рандомайзера, и 10% разделили между собой кланы-финалисты 4 сезона. Хочется, конечно, сказать, межкланового чемпионата, но у нас это был 4 сезон танки-спорт. Соответственно, я также получил еще и приз среди рандомных участников. Я покупал спецушку, как вы можете помнить, одну всего лишь, и это была спецуха за 1000 танкоинов. Если быть точным, то там вроде она стоила 990, бронзовая, маленькая спецушечка, чтобы я получил непосредственно четвертый слот, который вы видите на своих экранах. Четвертый слотик вот здесь вот, вот здесь вот, видите, вот, 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 вот. Если вы вдруг еще не верите, то, то вот, да, резистый. Четвертый слот есть за 1000 танкоинов. Я его получил. Спасибо, спасибо. Также, помимо этого, я получил 15 обычных контейнеров, 15 ультра-контейнеров. Ну и еще одну ядерную энергию, да. То есть, ну, по сути, эта ядерная энергия, конечно, мне особо не нужна была. Но 15 обычных, 15 ультра, это очень и очень достойно. У меня 980 контейнеров уже. Это значит, что совсем скоро у нас уже будет открытие 1000 контов. Ну и пятнашка ультра, которую я сегодня думаю, что мы вместе с вами на этом видеоролике как раз-таки и откроем. Но, также в этом видосе я бы хотел бы сказать по поводу распределения танкового фонда на кланы, да. Вы знаете, что это 10%, которые уходят игрокам, победителям и вообще, в принципе, призерам. И если вы вдруг не знаете, а такие, я думаю, что ребята будут, мы выиграли этот четвертый сезон. И наша доля от этих 10% это 50, вроде 5%, если я не ошибаюсь. Могу сейчас ошибаться, сейчас я быстро, если что, эту информацию подтвержу. 56%, 56% и 0,25% от этих 10%. Соответственно, наша доля от вот этого вот замечательной, замечательной вот этой цифры, чуть меньше вроде полумиллиона или там около полумиллиона танкоинов. То есть полмиллиона мы получаем за эту всю движуху. И плюс, 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 нужно не забывать, что мы еще с турнира за первое место тоже получили 90 тысяч танкоинов. Соответственно, около, около 600 тысяч танкоинов на команду мы с ребятами заработали с этого замечательного турнира. Я, честно, рад, с одной стороны, да. Но я не скажу, что это какие-то прям супер безумные цифры, да. Как бы у меня там не назвали там и не сказали, что, типа, нифига себе, чел, ты чел, ты чел, офигел, эти 600 тысяч танкоинов на команду дают. Но я скажу для себя, да, и от себя, что, ну, это не такие безумные цифры, но это очень приятный бонус к победе. К победе. Это очень приятный бонус. По танкофонду в целом, да, скажу, что я думал, что будет где-то около 10 миллионов. По сути, наверное, мы к этой десяточке и приблизились. Призы за танкофонд за каждый миллион очень неплохие. И даже если учитывать тот факт, что мы набрали полноценных только 9 лямов, то даже вот эти вот 15 контейнеров, обычных ультраконтейнеров и плюс по слоту, это очень и очень крутой бонус для каждого игрока, который купил хотя бы один спецпак. Что касаемо самих спецпаков, скажу, что они не были супервыгодными, да, ни для кого не секрет, они не были супервыгодными. То есть вот за вот этот вот спецпак отдавать, сколько там, 6 тысяч, да, вроде, 6 тысяч танкоинов, это много, это много, да. И вот за этот спецпак отдавать 15, это тоже много. Но, 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 нужно понимать, что каждый, кто покупал эти спецпаки, имел дополнительный шанс выиграть в танкофонде. И поэтому, если вы хоть и покупали там какое-то большое количество, то вы кэшбэкнули себе эти танкоины, плюс получили призы. Возможно, для кого-то это хороший бонус, да, в виде розыгрыша и получения дополнительных танкоинов. Кому-то, может, не так жестко повезло, да, и много там ребята не сумели получить. Но я, я, с этого танкофона, как я сказал, тоже свой кусочек отобрал, даже вот поймал этот момент на розыгрыше, где попался мой никнейм. Я, честно, был удивлен, я был удивлен, я не ожидал то, что за один спецпак, за просто тысячу, я вообще хотел купить вот этот вот, но мне не хватило тысячи танкоинов, да. И я поэтому купил обычку, обычку вот эту бронзовую, дабы просто участвовать, дабы получить за тысячу слот защитного модуля. И по итогу получил еще и 7 с копейками, 7200 вроде, да, танкоинов на аккаунт. Это очень тоже прикольный, приятный бонус, которым я тоже, конечно же, рад. Поэтому, что я могу сказать, да, то есть цифра хорошая, как ивент, как событие неплохое, да. Но в следующий раз я бы задумывался о спецпаках, да. То есть, ну, давать возможность получения красок команд за 6000 танкоинов, я не считаю, что это правильно. Да, то есть дать краски вот здесь было бы справедливо. Дать их за 6000, это не есть хорошо. Да, то есть я уверен, что многие ребята хотели бы видеть краску, может, какую-то определенную болельщиков у себя в гараже, а они ее не смогли получить, потому что спецпаки стоили дорого с красками, да. То есть, ну, я знаю, сколько есть донатеров, сколько есть недонатеров, и поэтому понимаю, что многие ребята не получили просто-напросто эту красочку. Ну, и еще один момент, это то, что с этих спецпаков за этот спецпак, то есть он 1000 стоил, 1000 в танкофон добавлялось, за этот спецпак, который стоил 6000, добавлялось только в танкофон 3000, и за этот спецпак, который стоил 15000, добавлялось только 7000 в танкофон. То есть, соответственно, была половина от этого и половина от этого только, если бы была бы полная стоимость пакетов добавлена в этот замечательный танкофон, то я думаю, что цифра как раз-таки была бы где-то около 15 миллионов. Поэтому, по факту, танкоинов потрачено было намного больше, а в танкофонде у нас 9 лямов 244 тысячи. Тоже, ну такой осадок, да. Скажу прямо, это осадок. Я не считаю, что это делать справедливо. Это не совсем честный мув, которого, например, в предыдущем танкофонде не было. А в этом сделали. То есть, что это? Сами знаете, что. Дальше, 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 дальше. Что я могу сказать на будущее? На будущее я уверен, что подобные танкофонды будут. Ошибки будут учтены. В предыдущем танкофонде ошибок было больше. В этом уже интересней. Уже есть награды за цепочки, выполненные в танкофонде. Это очень и очень круто. И надеюсь, что на следующий танкофонд призы будут уже здесь другие. И они будут тоже интересные, которые захочется получать, захочется покупать в спецпаки. Поэтому поздравляю всех тех ребят, кто выиграл. Пишите в комментариях, сколько танкоинов вы забрали. А мы на этом видос не заканчиваем. Мы переходим на наш аккаунт. И посмотрим, что нам выпадет с 15 ультраконтейнеров, которые я получил за... Получается, ну, можно сказать, танкофон, да, за ивент. За ивент с танкофондом. Открою 3 по 5. 3 по 5. Не знаю, почему. Хотел сначала пятнашку, потом думаю, ай, давайте 3 по 5 откроем. Может быть, по 5 мне тут упадет что-нибудь интересное. 5 белых первое. Но это будет неудивительно, если мне упадет. 5 раз по 5 белых. О, синяя. Прикольно. 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 И? И последняя пятерочка. Что у нас в последней пятерочке? Есть что-нибудь интересное? 10 тысяч кристаллов и... 10 дней према. Ну, нормально. Кому-то было вообще достойно. Мне премка тоже не помешает все-таки. Завтра она заканчивается. Как-то так, друзья. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ваньков. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok